Марин Томасов, лидер Астаны, в прошлом году был лучшим игроком чемпионата. Не возникает ли у вас трудности в поиске взаимопонимания на поле, в раздевалке с Марином? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так что, хирурщики, зачем судили у вас здесь? Десять миллионов было. Опять приехали, опять просрали. Пусть посмотрим, тюрьмень. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Два с половиной тура футбольного чемпионата в Казахстане, состоявшиеся еще в марте. Теперь из-за недель пандемии кажутся вовсе не началом сезона, а рядовым внутренним предсезонным турниром. Несмотря на голы Абата и Эмбетова за Кайрат и крепкий матч Астаны с обновленной Мордобасы, события, которые предшествовали новому чемпионату, пока кажутся более яркими. Речь, конечно, о небывалой для последних лет трансферной активности. В то время как казахстанские футболисты большим числом отправились искать счастье в зарубежных чемпионатах или иных казахстанских клубах, болельщики наряду с журналистами ждали громких имен на вход. И хотя таких фамилий, как Тимошук, Аршавин или Тихонов мы не услышали, несколько крутых переездов в наш чемпионат все же произошли. И в первую очередь нужно говорить о приобретениях Кайрата и Астаны. Алматинцы подписали опорника сборной Польши Яцика Гуральского с трансферной стоимостью около 2,5 миллионов евро. А действующие чемпионы решили закрыть традиционно проблемную для нашего футбола позицию центр-форварда, выкупив права у датского Копенгагена на игрока сборной Кипра Пьера Сассатирио. Астане также пришлось выложить кругленькую сумму, чтобы увидеть этого футболиста в своем составе. После объявления его трансфера в Астану называлась огромная по нашим меркам сумма 5 миллионов евро. Менеджеры столичного клуба поспешили опровергнуть информацию о сумме трансфера, но ощущение, что в Казахстан приехал форвард, невиданный прежде дороговизной, осталось. Позднее генеральный директор ППСК Астана Аскар Баталов назвал точную стоимость перехода Пьера Сассатирио – полтора миллиона евро. Главная моя цель – забивать голу, и я хочу помогать клубу. Если говорить о командных целях, то это победы в чемпионате, кубке и квалификации Лиги чемпионов. За годы стабильных выступлений в Еврокубках менеджеры столичного клуба не могли не присмотреть себе потенциальных новичков. И теперь кажется вполне логично, что выбор был сделан в пользу игрока, выступавшего в составе кипрского АПЛ, самого частого соперника Астаны в европейских клубных турнирах. Внимательным болельщиком Астаны Сассатирио мог запомниться еще в 2015 году, когда казахстанский чемпион пробился в группу Лиги чемпионов. В последнем раунде квалификации Астана играла именно с АПЛ из Никосии. На позиции левого вингера кипрской команды Сассатирио тогда провел на поле только пять минут. АПЛ забить не смог, а Астана в итоге отправилась в свою первую и пока последнюю Лигу чемпионов. Год спустя Сассатирио снова играл против Астаны, на этот раз в групповом раунде Лиги Европы. И тогда в двух матчах Пьерос провел на поле уже 180 минут. И хотя голов не забил, наверняка врезался в память руководству Астаны. Следующая встреча казахстанской команды со своим будущим форвардом состоялась в 2019 году, когда Сассатирио уже перебрался из АПЛ в датский Копенгаген за 2,5 миллиона евро. В рамках январского сбора в Дубае Астана крупно уступила новой команде Пьероса, а Самки Привод уже в качестве ударного форварда отличился в том матче и голом, и эффектной голевой передачей. Я всегда слежу за клубами, в которых играл в прошлом, всегда их поддерживаю. Я смотрел последнюю игру в чемпионате Дании, сложнейший матч против Хорсенса. И желаю Копенгагену всего наилучшего в будущем. Так, Сассатирио, Сассатирио. Зачем Сассатирио здесь? Чтобы забивал голи. Поэтому я его хотел, я знал его качество, я хотел, чтобы он пришел к нам, и я думал, что нам много поможет в атаку. Осенью прошлого года Сассатирио обратил на себя внимание уже гораздо более широкого казахстанского зрителя. В двух матчах квалификации чемпионата Европы Пьерос единолично отобрал у сборной Казахстана три очка, забив по голу на выезде и в домашней игре. Ну и уже перед самым переездом в Казахстан Сассатирио еще раз сыграл против Астаны. На предсезонном турнире Atlantic Cup уже в этом году Копенгаген снова переиграл казахстанского чемпиона. После той встречи, видимо, боссы клубов достигли договоренности о переходе форварда, а Пьерос, мечтавший об Англии, отправился постигать тонкости казахстанского футбола. Конечно, Англия оставалась и остается наиболее предпочтительным чемпионатом. А если сравнивать Данию и Казахстан, видны некоторые различия, но все-таки здесь есть несколько команд, которые играют на достаточно высокой скорости. Если мы играем с уверенностью и против команды, которая действует в хорошем темпе, тогда можно говорить о сравнении чемпионата Казахстана и Дании. В первой же игре за Астану Сатирио отметился голевым действием. И хотя гол, забитый в ворота Кайсара в матче на Суперкубок, скорее следовало оформить как автогол, Сатирио в голевом эпизоде сыграл ключевую роль. Ну а затем стартовал чемпионат страны. Астана крупно переиграла Казалжар по далматинским снегам. Сатирио в этот день выдал два забитых мяча. Да, я думаю, это был первый раз, когда я попал в такие условия. Хотя, нет, был матч в Дании, не помню против какой команды, когда я играл в такую зимнюю погоду, но там точно было гораздо меньше снега. В этом матче Пьерас был близок к тому, чтобы забить больше, однако хэт-трик, который он оформил еще в составе АПЛа три года назад, остается в его карьере единственным. Кажется, это так. У меня на счету пока есть только один хэт-трик, у меня было несколько дублей, и я, конечно, буду пытаться забивать по три мяча в каждой игре, но по большому счету для игрока не так важно, сколько ты забиваешь один или три, главное просто регулярно забивать. Это помогает показать, что ты готов играть в команде высокого уровня. Думаете, что здесь уровень сопротивления будет позволять вам раздавать хэт-трики почаще? Я бы не сказал. Против фортабасы, например, было сложно, хотя я очень старался. В итоге я сам голов не забил, но команда отстояла одну очко. В общем, это не так важно, главное помогать команде. Конечно, особенно интересно было следить за тем, как Сатирио встраивается в обновленный состав Астаны и находит игровые связи с партнерами по атаке, перешедшим в стан чемпиона из Казалардинского Кайсара Тиграном Барсигяном и лучшим игроком КПЛ-2019 Марином Томасовым. Марин очень помогал мне первое время. Благодаря Марину я смог довольно быстро обрести уверенность, почувствовал себя своим. Он хороший парень, порядочный человек и классный игрок. В прошлом году он принес много очков команде в Казахстанской лиге. У него отличная левая нога, и я здесь, чтобы помочь ему, помочь команде снова быть чемпионами. Пока чемпионат прерван из-за коронавируса, а мартовская встреча с Ордебасы пока остается для Астаны наиболее сложной. Шемкенский клуб, который традиционно ставит высокие цели в чемпионате и играет с акцентом на крепкую оборону, кажется, сумел нейтрализовать ударного форварда Астаны в выездном матче. Этот матч получился очень трудным. Ордебасы действительно играл с пяти защитниками, поэтому у нас было очень мало пространства для того, чтобы создавать голевые моменты. Тем не менее, у нас были шансы, хотя при счете 0-1 стало еще сложнее. Мы не сдались и сумели отыграться. Конечно, нам хотелось большего, но и ничья – хороший результат. Теперь ждем следующих игрок. Если план, озвученный руководством Казахстанской футбольной премьер-лиги, превратится в жизнь уже через несколько дней, стоит ждать, что наши клубы возобновят тренировочный процесс. А в конце мая, начале июня возобновится и сам чемпионат. Вероятнее всего, формат нынешней КПЛ сократится до 22 туров. Впрочем, это может и не отразиться на календаре первого и второго кругов чемпионата. В ближайшем туре Астане предстоит сыграть против РТШ, если, конечно, Павлодарский клуб не прекратит существование из-за свалившихся на него бед. А пока Сатириус со своей новой командой находит способ тренироваться, не выходя из-под крыши. Десять миллионов долларов. Вот эти приехали, опять просрали. Ты хочешь посмотреть, люди? ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...